В этом году исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Мероприятия в юбилейный год пройдут не только в России, но и за рубежом. Российские центры науки и культуры в разных странах готовят выставки и конференции. В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО проведут заседание круглого стола, посвященное жизни и творчеству писателя. Огромное значение эта дата представляет и для Московского дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Как там ее отметят, расскажет Виктор Леонидов, ведущий научный специалист дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, для нас, для тех, кто работает в учреждении, которые носят имя нашего великого писателя, пророка, мыслителя Александра Исаевича Солженицына, эта дата особая. Но и сначала я хотел просто в двух словах напомнить, что, представляете, еще там 30 или 40, сколько это было лет назад, 1974 год, когда Александр Исаевич был насильственно выгнан из СССР, я подчеркну, потому что до сих пор ходят слухи, что он там бежал, это все полная чушь, он просто был выдворен силком отсюда, он сразу обратился к русским эмигрантам, которых тогда еще было довольно много, оставалось на планете, чтобы те собирали архивы, собирали рукописи, чтобы не пропала драгоценная память для будущих поколений. И со всего мира ему слали рукописи, воспоминания, архивные документы. И когда он вернулся сюда в 1994 году, эта коллекция его, которую он собирал, где он жил в американском городе Вермонте, она стала основой нашего Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Большой культурно-просветительный центр, это и музей, это и архив, это и библиотека, это и кинофестивали, и семинары, и конференции, и театральные спектакли, и так далее, и так далее, и так далее. Все в основном, так или иначе, связано с этим удивительным миром русского изгнания, русского зарубежья. Но прежде всего я бы хотел отметить, что наш директор Виктор Александрович Москвин примерно, по-моему, два месяца назад подписал акт о приемке нового здания. То есть у нас на Таганке, в нашем здании, который, я думаю, хорошо знаком большинству людей, которые так или иначе интересуются проблемами русского зарубежья, и не только, потому что каждый день у нас, как я говорил, концерты, какие-то литературные чтения и так далее. Жизнь, а не то, что кипит, она бурлит. Вот. И там, во дворе, прямо в нашем дворе, значит, по личному распоряжению президента России, и, конечно, при огромной помощи мэрии Москвы, две недели назад Сергей Семенович Собянин приезжал к нам и сам смотрел, как там это здание, выстроено новое здание Дома русского зарубежья. Для чего оно выстроено? В ней будет первый в мире музей русской эмиграции. Вот такой официальный государственный музей. В частных музеях, вы знаете, их выставок по всему миру, их очень много. Они то там, то там проходят везде, где была русская диаспора, где жили русские знаники. Но это первый будет музей. Там будут храниться наши реликвии. Я хочу сказать, что уже сейчас у нас более полумиллиона единиц хранения. Вот за 20 лет, которые мы существуем, и почти все они подарены. Вы понимаете, вот это фантастика. Они подарены людьми, которые жили за границей, которые, некоторые из них же, большинство жило очень скудно, трудно, но они хранили картины, архивы, письма, фотографии, какие-то декоративно-прикладные изделия, иконы, потому что православная церковь играла огромную роль в жизни русской эмиграции. И они хранили это с целью передать в Россию. Вы знаете, вот это фантастика просто. И среди них автографы Бунина, и специальный маленький зал, даже мы сделали такой для показа. Такой есть врач, живет в Париже. Андрей Львович Сметанкин, сын участника «Сопротивления». И он подарил, в частности, нам целую коллекцию, среди которой две картины великого мастера Филиппа Малявина, в том числе и портрет покойной дочери, живописца. Это очень большая редкость. Ну, миллион где-то евро это точно бы стоило на аукционе, а он это подарил. И таких примеров, ну, конечно, семейные архивы люди дарят, потому что они знают, что это все не ляжет в тину новых спецхранов, что это все будет востребовано в первую очередь. Поэтому это вот наше, так сказать, главное, с чем мы встретим столетний Белия Александра Исаевича. А, выходит альманах «Солженицынские тетради». Под чутким и неусыпным руководством Натальи Дмитриевны Солженицыны, который принимает активное участие во всех этих наших делах. Это в основном архивные, не только материалы и статьи, так или иначе связанные с творчеством Александра Исаевича. Либо, что еще очень интересно, с людьми, которых он отобразил в архипелаге, которых он встречал на дороге жизни с эмигрантами. Вот такое. Ну, будет большая конференция, как вы сказали, в Париже, совершенно верно. И мы ожидаем, конечно, много мероприятий у нас. И выставки, и тоже будет конференция, посвященная Александру Исаевичу. Ну, она будет носить, наверное, такое название, как Александр Исаевич и его роль в 20-21 столетии. В общем, работы много. И я вам хочу сказать, что, как и у любого гения, наследие его бездонно. Ничего не могли. Он работал по 18-20 часов в сутки. Вот у него была задача, как говорил, Лермонтов, одна, но пламенная страсть. И он все время работал. Вот такой был. И везде Наталья Дмитриевна рассказывала, что они вот только-только, ее же выпустили позже у него из Советского Союза. Она с тремя малышами на руках последнего там полгода. Ничего как, ничего не знает. Он сидит и по 10 часов в день, там журналисты беснуются вокруг него, значит, все к нему по 10 часов в день пишут, пишут, пишут вот то, что надо. Он все время все записывал. И знаете, таким, интересно, таким мелким-мелким почерком, вот он говорил, что это зэковская привычка экономить бумагу. Почерк некоторый буквально под лупой нужен. Он писал на маленьких листках. Казалось бы, вот с бумагой-то проблем у него не было все-таки. Тем более за границей. Да и здесь тоже он, в общем, когда жил, он национальный герой, как его приняли, встретили, все. Но, тем не менее, вот привычка такая вот у него была очень аккуратная и тщательная. Виктор, вы пришли не с пустыми руками. Да, я пришел с гитарой. Ваша верная спутница. Я хотел бы вам спеть песню, которая написана от лица старого монархиста и которая написана к столетию октября. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что неоднозначно ее принимают, но я таких рассказов примерно слышал очень и очень много. Что было бы, если бы. Солнце над Ницей, там день еще. Русский погост, но кака. Крест над могилой Юденича. Если б был взят Петроград. Ах, как сияло бы солнце. Светил, победа была ли. Если б не финны с эстонцами. Если б не подлость, интриг. Вороны, видно, накликали. Ады Содома наяву. Если б солдаты Деникина С троем вошли бы в Москву. Может, тоскую острожную Жить было бы нам не с руки. Если б помазанник Божий наш Двинул в столицу полки. Да чтобы было им пусто там Тем, кто на кровь был готов. Ах, нетерпение русское До сотрясания снов. Жили бы, наверное, с песнями Правил бы царель Колчак. Если бы, если бы, если бы, Если б случилось не так. Если бы, если бы, если бы, Если б случилось не так. Солнце над Ницей, там Денища Русский погос на кака Крест над могилой Юденича Если бы был взят Петроград. Ну, вот такая песня. Прекрасная песня. Спасибо вам большое, Виктор. Вы знаете, я не первый раз С вами встречаюсь, и вы со мной. И мне интересно, скажите, Когда вообще вы поняли, что вам Тема русской эмиграции, Биография Солженицына Безумно интересная, что вы хотите Посвятить этому жизнь. Я кандидат исторических наук. И история, это, конечно, Ну, я с детства, я вырос на Арбате Вот, в окружении всех этих зданий Театров, библиотек, там все дышит Буквально историей. Но главное мое везение, это то, что В 30, наверное, сколько там это было лет назад В 88 году, да Я был взят в Советский фонд культуры Взят самим академиком МИД Сергеевичем Лихачевым Ничего себе Царство небесное был такой у меня ученый Великий архивист, историк Москвы Сигур Тотович МИД И мало того, что я у него учился В историкоархивном институте, хотя я диплом писал Но у него, но он жил на Кривоарбатском Переволке, а я рядом То есть я 30 лет мог к нему просто приходить Знаете, это был человек, о встрече с которым Просто мечтали, он был необычайно открыт Но тем не менее, был человек, который Ну вот, все время все делал для своих учеников Он был, ну, Московский Лихачев Я бы сказал, человек, который боролся за памятники За историю, за издание книг За возвращение новых каких-то имен Причем он не был никаким диссидентом Он умел просто разговаривать с руководством И с таким человеком, который, ну, понимаете Вот, ну, удивительно, был благороден какой-то Да, я вот столько лет был рядом И он меня посоветовал Дмитрию Сергеевичу Когда там, значит, был организован Советский фонд культуры Я вот был поставлен им, чтобы, так сказать, каталогизировать И обработать, ну, в общем, как бы заниматься этими Систематизировать эту работу Да, я вам хочу сказать, что, конечно, сопротивление было большое Потому что он был в Питере, а желающих было масса Плюс к этому там все-таки были еще, конечно, перестройка Но времена были другие Я, естественно, не был никаким там членом партии У меня были там длинные волосы, рваные джинсы Такой арт-хаусный Ну, ну, как тогда, ну, что там, 26 лет сколько мне было, 27 там Пацан просто, ну, даже 22, наверное И, тем не менее, Дмитрий Сергеевич, когда я с ним разговаривал Ну, конечно, Сигур Тотович очень рекомендовал Он настоял на моей кандидатуре И когда моя деятельность стала предпринимать такие размеры Что я стал очень много публиковать Понимаете, я окунулся во все это, там, стихи Все эти забытые имена, о которых никто не знал И все это, поэзия, это все, вот, как вот Я стал помогать Евгению Александровичу Евтушенко Делать его всякие поэтические программы и так далее Окунулся в это дело То было несколько попыток, конечно, меня убрать Там начальство все это не нравилось Но Митя Сергеевич жестко сказал, чтобы я там был И более того, в 92-м году, когда уже все там разваливалось Вообще, он настоял на моей первой командировке в Париж И вот оттуда я привез очень много архивов Каких-то книг И познакомился со многими иммигрантами Ну, вообще, невероятные были люди Это было такое ощущение, что я застал вот эту поросль старой миграции Да, я потом так и понял, что и в советское время Вокруг меня тоже было полно таких людей Настоящих интеллигентов из той эпохи Многие из которых прошли лагеря И мой отец сам был ветеран войны Естественно, как и все Ему я посвятил вот свою песню Бессмертный полк Но тогда как-то вот Я понимал, что столько было вокруг меня людей Которых я столько мог бы расспросить Ну, в общем, грязь жаловаться Такая жизнь И вот эта вот судьба такая, она выпала мне Счастливая За которую надо благодарить всех От, не знаю, от создателя до родителей Ну, конечно, это мне очень И оттуда стали писаться песни от этих встреч Ну, еще, конечно, что я вырос на Высоцком Я совершенно больной Я знаю около 300 песен И я чем дальше занимаюсь сам историей литературы Тем больше я понимаю, какое это было Совершенно огромное явление в нашей культуре И в нашей поезде Виктор, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию Я вас поздравляю с грядущим юбилеем Спасибо И желаю вам и Дома русского зарубежья Имени Александра Солженицына Чтобы прошло все активно, интенсивно И, конечно, продуктивно Спасибо огромное вам за приглашение Всегда в распоряжении фонда «Русский мир», конечно Спасибо огромное Дорогие друзья, до новых встреч И до свидания на телеканале «Русский мир» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok